Существует законный и запрещенный вид табарука. Узаконенный и запрещенный. Узаконенный табарук бывает либо шариатским путем, либо путем практики. Если же нет указания на получение благодати с чего-то ни в шариате, ни из практики, то такой вид табарука переходит из узаконенного в запретный. Запретный вид табарука является маленьким ширком, но может стать и большим. Например, чтение Корана является благодатью. Является ли это шариатским табаруком? Есть ли на это указание в шариате? Этот брат говорит, я читаю Коран. Говорит, я желаю приобрести благодать путем чтения Корана. Да, потому что в чтении Корана есть благодать. Задумываться над ним – благодать. Жить в соответствии с ним – благодать. Лечиться им – благодать. Такой вид табарука упомянут в шариате. Книги шейху Исрама ибн Химия, книги четырех имамов. Всевышний Аллах наделил знания этих ученых благодатью. Это получение благодати на практике. Да, поэтому если нет указания на благодать ни в шариате, ни в практике, такой вид табарука превращается в запретный. Как говорят некоторые, по твоей благодати он аж господин, о шейх, и начинает обтираться об шейха. Такой вид табарука запретен. Или кто-то говорит, нас посетила благодать. Нет, брат, нет такого, посетила благодать. Благодать только от Аллаха. Был ли кто-нибудь, кто обтирался об пророка, салаллаху алейхи вассалям, и говорил, нас посетила благодать. Обтираться о стены Каабы или об черный камень запрещено. Камень не приносит ни пользы, ни вреда. Получение благодати путем следования сунья, которую следует принимать, и за которой надо следовать. Что же касается обтирания собою или детьми, или когда кто-то берет одежду и обтирает ею Каабу или черный камень, все это является запретным видом табарука. Что касается табарука от земли какой-то могилы или горы Ухуд, то, клянусь Аллахом, это вообще не приносит никакой пользы. Если бы от этого была какая-то польза, то принесла бы пользу пророку, салаллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам, да будет довольным Аллах. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, был ранен на горе Ухуд. Были убиты некоторые его сподвижники. Поэтому пользу дает только Аллах. Итак, табарук бывает либо узаконенным, либо запретным. Узаконенным, то есть таким, на который указано в шариате, как допустим, чтение Корана. Или так, как на это указывает практика, как знание четырех имамов. Или мы говорим, эта мечеть благодатная. Но понимается ли из этого, что нужно тереться о нее? Нет. Однако ее благодать в том, что в ней поминание Аллаха, в ней проходят семинары, обучение и тому подобное. Это книга. Книга единобожия. Книга, из которой люди извлекают пользу. И если нет доказательств ни в шариате, ни путем практики, то получение барраката переходит из узаконенного в запретный. Шейх Ибн Базда, смилуется над ним Аллах, приказал разрушить дом шейха Мухаммада ибн Абдил-Вахаба, смилуется над ним Аллах. Почему? Потому что люди из числа приверженцев Сунны отправились в Дир'ию, чтобы посмотреть на то место, где шейх Мухаммада ибн Абдил-Вахаб призывал и обучал, так как подобное получение барраката является запретным. Поэтому шейх Ибн Базда, смилуется над ним Аллах, приказал разрушить его. История Базда.